В эфире библейский портал Экзегет. Полезно ли читать труды протестантских богословов? Храни преданное тебе, отвращаясь и негодному пустословию прикословию лжеменного знания, которому предавшись, некоторые уклонились от веры, говорит апостол Павел. «Завещаем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси, отвергаясь искупивших Господа, навлекут сами на себя скорую погибель». Это говорит уже апостол Петр. Мне кажется, что не прочитав и хорошо не познакомившись со святоотеческим наследием, читать протестантских авторов небезопасно. Это могут быть очень хорошие люди, глубоко и от всего сердца любящие Христа. Но это люди, которые не живут внутри церкви, основанной Господом. Они не имеют доступа к таинствам. Это просто сообщество людей, которые любят Иисуса Христа. И свое видение мира, Бога и других христиан основывают на этом своем опыте, не имея глубинного опыта, укорененного именно в церкви. Поэтому очень многое из того, что они говорят, они говорят очень убедительно, но это искаженное видение. Наверное, читать их стоит специалистам, полемистам, апологетам. А нам, людям не настолько ученым и не имеющим такого служения, как апологетика или сравнительное богословие, наверное, нам лучше сосредоточиться на тех в духовном опыте, которых церковь уверена. У церковь уверена, что абсолютно все правильно у свидетелей Анны Златоуста. А это 12 томов в некоторых по 2 книге. Начните читать, и вы поразитесь глубине его размышлений. Можно читать отцов добротолюбия. Причем какой-то будет для вас звучать, а какой-то нет. А в каком-то, вы знаете, бывает так, что возьмешь карандаш для того, чтобы подчеркнуть глубокие мысли, которые тебя поражают в самое сердце, и понимаешь, что ты подчеркиваешь страницу за страницей. Тебе хочется все это запомнить. Потому что вот это будет укорененное в той самой церкви, основанной Христом, в истинной православной церкви, предание. Зачем, как один святой говорил, нам искать алмаз в куче грязи, если рядом есть куча алмазов? Зачем тратить время? Поэтому я не советовал бы читать протестантских авторов. Зачем. Зачем тратить время? Зачем. Зачем. Продолжение следует...